Так часто мне в отношении гостей, которые приходят в программу Правда 24, приходится употреблять эпитет культовый, что когда приходит действительно культовый, действительно великий, я просто не могу найти слов, потому что, ну, это просто на самом деле Евгений Маргулис. Привет! Здравствуйте, культовый и великий. Культовый и великий. Культовый и великий. Евгений, вопрос, почему, если реально, да, великий и культовый, вот кому скажешь Маргулис, у меня вирус, буду разговаривать с Маргулисом, все просто вот в завидках. Не совсем, об этом тоже поговорим. И тем не менее, вот в информации, которая у меня есть, написано, что с 2007 года не было такого большого сольника, который предстоит 19 ноября в Крокусе. Почему? Ты знаешь, что, во-первых, не хотелось раз, во-вторых, черт его знает, не знаю. Наверное, уговорили. А, вот так вот все-таки. Просто тяга к более камерному общению. Я-то понимаю... Почему мы такие большие залы не любим? Все-таки с машиной пришлось поездить по таким... Ну, это как бы и отробило любовь к большим площадкам. А вот так вот. Потому что я уже говорил, по-моему, и, может, даже говорил тебе, что когда ты играешь в большой зал, то все лица, они сливаются в одно белое пятно с промежутками, такими, знаешь, красный цвет где-то тут, красный, черный, синий. И не видно. А когда ты играешь в клуб, нормальный там человек, там, на 400, на 300, вот видно, каждое лицо, каждый взгляд, как человек реагирует, морщинки видно. И видно, знаешь, вот как с ними общаться. А тут толпа, мама родная, я боюсь их. У нас есть традиции, если ты помнишь, для того, чтобы не сливаться. Да, у меня традиция. А это девочка, мальчик? Девочка. Девочка. Ой, шикарная красота. А давайте мальчика. Я уже придумал. Мальчик есть? А мы можем, кстати, мальчиковое имя дать, девочки. Давай назовем Макарка. Макарка? Да. А, кстати, вполне себе, да, вполне себе для детей. А девочка Макарка может быть? Да. Она теперь будет Макарка. У нее новое будет имя. Хорошо. Макарка. Смотри, что еще в информации про концерт написано, что это выступление будет не совсем обычным, потому что будут представители разных жанров. Разных национальностей. Мне всегда казалось, что в совершенно разных жанрах ты умеешь работать. Почему вдруг это необычным будет? Ну, ты понимаешь, вот тот концерт, который я играл 7 лет назад. В 2007. В 2007. Да, да, да. Это 7. 7 лет назад, да. Я тогда экспериментировал с камерным оркестром. Меня интересовал сам звук, вот скрипичный вот этой секции. Ну, было прикольно. Мы сыграли таких концертов штук 5. Вот. Мне хватило. А потом вдруг неожиданно, но уже где-то сейчас, на каком-то из праздников Боскоди, Шильеджи, Вишневый сад, я увидел оркестр Олега Меньшикова. Слушай, они мне так понравились. Я долго вынашивал план, как с ними что-нибудь придумать. И придумал, и вот как раз вот именно на такую большую площадку я хочу с ними поиграть. Но при этом нового материала не будет. Будет, будет. А будет новый материал? Я написал некоторое количество новых песенок. А не рискованно все-таки вот в концерте исполнять сразу песни, которые еще публика не знает? Ты понимаешь, мне, наверное, повезло то, что я пишу хорошие песни. И я думаю, что сразу, наверное, сразу понравится. Я обычно не выкатываю на зрителя то, что не нравится самому мне. То есть я всегда проверяю, как большой ученый на своих близких, на маленьких клубных каких-то историях. Ну, думаю, что... Значит, вообще говоря, не мой тезис, а тезис Пола Маккарки, что на концертах надо очень дозированно вводить новый материал. Мне кажется, он тоже неплохие песни. Ну, новых песен будет, ну, не больше там трех штук. Ага. Вот такие, чтобы показать. На разогреве будет новый материал? Или еще... А я, ты знаешь, я пока не знаю. Я пока не знаю, потому что... Борислав Струлев дал согласие поиграть. Поэтому мы с ним иногда экспериментируем. Вот. Я иногда выступаю в его концертах. Он великолепный велончелист, великолепнейший просто. И достаточно шебутной человек, пускающийся во всякие авантюрные выступления. Вот. Будет же бокс, которых я очень люблю, и мы тоже что-то с ними делаем. У них 23-го будет день рождения, куда я тоже приглашу гостям. Это от Веркана. 23-го ноября же, да? Да, 23-го ноября. Вот. Они у меня, я у них, в общем... Но они точно не в Крокусе. Нет, они в Крокусе будут. Тоже в Крокусе, да? А где у них концерт будет? Да. По-моему, в «Известиях холл». А, потому что «Квартия ты» 23-го. Да, я знаю. После тебя будет. Что еще будет необычного? Помимо того, что новые люди будут с Маргулисом работать, что там еще? Ты знаешь, а куда более необычный. Духовой оркестр, струлев, джокбокс, я. Все будем играть с моей песней. Прекрасно. А вот команда, с которой ты работаешь, скажи, пожалуйста, это в твоей системе координат, это рок-группа? Нет, я как бы никогда себя не считал рок-музыкантом. Я, наверное, просто музыкант, который любит композиции и песни, окрашенные блюзовые тона. Хотя я не могу назвать себя чисто блюзовым музыкантом. Я просто музыкант. Понятно. То есть сейчас вообще все поклонники Маргулиса задумывались, потому что Маргулис – это все-таки рок-музыкант для людей моего поколения. Нет, я роком был, когда играл в группе «Аракс». А в группе «Машина времени» это не рок-группа? Ну нет, ну кантри-группа. Ну о чем ты говоришь? «Машина времени» – кантри. Абсолютнейшая кантри. Вспомни по песенкам. До мажорчик. Нет, просто вот у Стаса Намина у него очень интересный… Стас – это рок. Мы желаем счастья вам – это рок. Нет, у него совершенно другой тезис. Богатырская наша сила. Он по-другому. Он сказал, что вот, допустим, «Аквариум» – это не рок-группа, потому что там Гребенчиков и любые люди, а «Машина времени», допустим, это рок-группа, потому что состав, ну плюс-минус, Маргулис и клавишники более-менее постоянные. Поэтому мне в этом смысле люди, с которыми ты работаешь, ты привыкаешь к музыкантам, с которыми ты работаешь, или тебе человеческий фактор не столь важен, сколько профессиональный, чтобы это были инструменты, звучали так, как надо. С Игорестом, Мишкой Клягином я играю уже 17 лет вместе. Вот, с барабанщиком Женей Лепединым я играю тоже лет 12. То есть мы как-то так притерлись, они прекрасные музыканты, умеющие делать все, что угодно. Вот я не могу сказать, вот я говорю, что музыка, она, ну, не подвержена никаким стилям. Либо хорошая, либо плохая. Ну, ответь, ответь, если тебе звонят, что уж надо, надо ответить. Игоречек, я в телевизоре перезвоню тебе через полчаса. Это то, что я называю живой пластический момент. Кстати, про живой пластический момент вспомнил, что такой же эпизод был у меня, когда с нами нам общался, как раз позвонил Саша Кутиков. Вот. И с Кутиковым вот какой был интересный очень эпизод. Ведь никто на самом деле не знает, почему в 12-м году Маргулис ушел за машиной времени, с кантри-группы машины времени. И Кутиков мне рассказал, что это произошло на репетиции решение, что ты на репетиции взял и... Нет? Нет, я на репетиции сказал, что ухожу, но решение у меня зрело очень давно. А, то есть это не было спонтанным прямо на репетиции? Нет, я как бы долго готовился к этому моменту. Я бы свалил раньше, но момента не было. Потому что ведь существует такой термин, как синдром Йокоона. Имеется в виду, когда супруга музыканта оказывает влияние на решение, в том числе и по уходу из группы. Почему не пошел на войну, меня мама не пустила? Нет, не совсем так. Ну, я пример. Я не буду говорить, кто из своих бывших коллег конкретно. Мне сказали, что это вот как бы супруга серьезно в этом смысле повлияет. Это правда? Нет. Нет? Ты сам принимаешь решение? Нет, я всегда подобное решение принимаю. Я сам. Не советуете? Тут нет. Хорошо. А в чем ты советуешься с супругой? Ты знаешь, я на ней проверяю песни. Я на ней проверяю какие-то свои стишки. А по поводу вот таких глобальных решений, конечно, это мое личное. Это мое личное, да. Не жалеешь никогда о глобальных решениях? Их было несколько в твоей жизни. Ты знаешь, нет. Я не только про 12-е годы говорю. Бывали какие-то решения, которые ты потом, постфактум, думал, что надо было что-то сделать по-другому? Нет, я всегда думаю над этим. И опять же, для того, чтобы делать что-то новое, нужно все-таки заканчивать со старым. «Машина времени» – это замечательный коллектив, который мне много дал, многому научил. Но в какой-то момент я понял, что мне хватает всего того, что есть, а новое от них мне уже ничего не надо. Просто надоело. А что вообще нового есть в музыке сейчас? Вот с твоей стороны у нас, допустим, что-то новое происходит. Есть какие-то, а, новые тенденции, б, новые имена, которые тебе бы были интересны, которые ты послушал бы или с которыми ты бы, может быть, там поработал при тех или иных обстоятельствах. Ты знаешь, вот из молодых ничего пока мне не попадалось. В основном все такие уже от 15 до 10 лет. В смысле... Я понял, да, по стажу, да. Я в прошлый раз, когда был у тебя передачей, я тебе сказал, что мне дико понравился Ваня Дорн. Да. Интересен, интересен и как музыкант, как сочинитель. И в какой-то момент он даже меня потряс. Я не ожидал, что плац такой музыки есть у нас. Я русскоязычный. Я понимаю, да. Ну, это так, мало, я же не знаю, кто смотрит. Вот, он меня как-то так порадовал. А все остальное, либо это такие копии англоязычных команд, либо американских, вот, американо-европейские. Ты даже сам начинал тоже, в общем, копируя англоязычные образцы, собственно, как и все советские музыканты. Послушай, я начинал в прошлом веке. Да. В прошлом тысячелетии мы все начинали. Хотя, хотя, я тут, слушай, я тут недавно летал в Армению. Так. На четыре дня. С концертами? Нет. Нет, не с концертами. Я там не был никогда в жизни. В Армении? В Армении. Ну, как, на гастролях-то наверняка. Никогда. Ну, не может быть. Никогда не был. Фантастика, так. А полетел туда, Рубен Варданян открывал школу в Дилижане, школу бизнеса, и просто пригласил. Так. И мы слетали, я получил бешеное совершенно удовольствие. Мы покатались по монастырям, поели нормальную армянскую кухню, попили нормальный армянский коньяк. Это не реклама, это так, ощущение. Армянский коньяк после Черчилля не нуждается уже в никакой рекламе. Дико понравилось. Ну, опять же, был повод. Сам бы я, наверное, не отважился бы туда поехать, потому что достаточно посмотреть, как они живут. Живут тяжело. Вот. И когда ты начинаешь интересоваться, как, почему, что их окружает, конечно, понимаешь, что комфорта там не должно быть никакого. А нет, есть. Они молодцы. А нет вот этого ощущения. У меня оно есть при посещении всех, ну, то, что называется, бывшей республики. Вот какой-то, ну, такой досады, что все-таки вот мы были, это была какая-то одна страна, а сейчас это в некоторые нужны визы. Или вот про это ты не думаешь? Ты знаешь, нет, ну, так или иначе приходится думать, потому что ты эти места посещал значительно раньше. И все изменения, они происходят у тебя перед глазами. Понимаешь, скажем, там, та же Прибалтика, она всегда была иностранная. Ну, для нас да. Мы туда всегда могли поехать без всяких виз. То есть сейчас, чтобы поехать при Балтику, нужны. Ну, а сейчас, ну, Европа, ну, такая Европа, ну, и бог с ней. И при этом, как говорят некоторые из твоих коллег, вот за все эти годы очень большие изменения произошли в стране. А вот музыкальная культура у нас как осталась не на очень высоком уровне, как это было, там, ну, скажем, те же 40 лет назад. Так сейчас и есть. Согласен с этим? Нет, не согласен. Не согласен. Выше музыкальной культуры сейчас? Ну, во-первых, появилась... У исполнителей. Ну, конечно, выше. Выше, да? Конечно, выше, потому что появилось, опять же, появился интернет, да? Так. Благодаря которому ты можешь списаться с кем угодно, с кем угодно. Посмотреть уроки того человека, который тебя интересует. Все же выкладывают занятия, как играть на инструменте песни. Раньше-то мы доходили своим слухом, знаешь, когда ты начинаешь снимать какую-то композицию, вроде бы у тебя гитара настроена, но играется это все так неудобно, потом оказывается, что у тебя скорость на магнитофоне чуть быстрее. Вот. А сейчас цифирь, все видно. Видно, куда положить пальцы, как работает там эта рука. Конечно, там, конечно, скачок большой. Сюткин недавно не рассказывал, что он даже через интернет-сведение, то есть он выкладывает, там, скачивает, сводит ему материал, и обратно он получает, то есть через интернет, фактически. Абсолютно. Кстати, Сюткин, почему-то считал, что он как бы, вот там, твоя история, твоя история, Сюткин совершенно как бы, как мне казалось, другой жанр. Здесь я от него узнаю, что, во-первых, а, ему Макаревич в свое время делал предложение поиграть в машине времени, а, б, что вы с ним, оказывается, были соседями, собутыльниками, друзьями и вообще вот компаньонами по жизни там. Ну, а ты знаешь, были, то есть мы остаемся. В Крылатском где-то, он сказал, где-то. В Крылатском, да? В Крылатском, да. У нас как-то, знаешь, страшно повезло. Потому что вдруг неожиданно оказалось, что моими соседями являются Валерий Милатч-Сюткин и Игорь Станиславович Угольников. Ну, а как это выяснилось? То есть это... Ты знаешь, как это выяснилось? Бог его знает, как. И сколько мы там жили, лет шесть все вместе? Слушай, ну, каждый день пьянки... Нет, не пьянки. Каждый день... Общения. Каждый день прекрасного общения с благородным напитком. Вот. И просто масса каких-то веселых глупостей, которые мы делали. Вот что-то песенки какие-то придумали, угла. Он мне сказал, что все-таки, что он написал тебе... Солхайлю, да. Да, собственно, визитную карточку на самом деле на Шанхае как бы. Да, я этого не знал. Я тебе хочу сказать, мы ее придумали, участвуя в какой-то дурацкой совершенно программе, мы были на гастролях в Ворославле. И играли во дворце спорта. И гримерки были настолько далеко, что пока ты шел к своему выступлению, проходил, по-моему, часа четыре. И мы с Валеркой вышли, чтобы идти до сцены. За пять минут до того, как мы пришли, я придумал концепцию произведения. Валерке сказал, что я бы хотел услышать. Эта песня была посвящена как-то и странно Войковской. Не знал. А Коптево, где жила моя бабушка, всегда назывался Шанхаем. И вот именно, знаешь, такая ностальгическая история именно о той пивной, которая там находилась. Бабушка по какой линии? По отцовской. Я у нее там жил, на Войковской. Так что Китай это не имеет никакого отношения. То есть в Шанхаем всегда назывались, не к столу будет сказано, все такие помоечные места. И Коптево под помойку подходило в то время. Просто идеально. Очень известная вещь. А скажи, вот у тебя по ощущению какого-то музыканта, есть какие-то твои произведения, которые недооценены публикой? Вот ты когда их писал, ты думал, это будет, не знаю, гимн, хит. А как-то вот люди не прониклись. Ты знаешь, это сложный вопрос, потому что ты пишешь, как тебе кажется, страшный хит. Ага, да-да-да. А выстреливает совершенно другая песня. У всех так. Абсолютно. Абсолютно, да. Ты стоишь на одно, а она проваливается, потому что... Ну, у каждого в голове свой мусор, ты же понимаешь. И каждый человек хочет слышать именно то, что он хочет слышать. Вот поэтому я абсолютно не удивляюсь. Я пишу песни, которые прежде всего должны удовлетворить меня. Вот если мне нравится, значит хорошо. Приняли это лучше, ну, значит звезда легла не так. Это лучше, ну, что делать. Понятно. Что дальше с Маргульсом? Вот новый материал, когда он будет на каком-нибудь носителе или он будет только в сети? Нет, он будет на носителе, опять же, на виниле. Ну, я думаю, в феврале я сейчас сяду, вот сделаю пластиночку. Название уже есть? Названия пока еще нет, не думал об этом. Вот, пластинка будет достаточно сама по себе прикольная. Не рассказываю. Хорошо. Вот как нас названием, как кличку коту придумать, так сразу Макарка. А как название пластинки, так не сразу. Над этим надо подумать. Ну, она может быть Макарена. Нет, Макарка, я считаю, чудесно совершенно для девочки. Название «Игра в правду» этим мы финишируем. Это что? Это новая у нас традиция. Ну, да, то есть кошка – это наша традиция номер один. То есть датчики, детекты, лжи. В тексте все гораздо проще, все гораздо проще. Здесь вопрос не мои. Эти вопросы уже придумали какие-то французские люди. Какие-то наши люди перевели их на русский язык. Я не знаю французский язык. На русский язык. Переведены на русский язык, да. Четырех цветов здесь. Разные группы вопросов. Откровенные, наподумать, неловкие и свободный вопрос. Белая карточка – это я сам буду придумывать тогда. Вопрос – ты выбираешь фишку. Нет, я приду к тебе. Какой-то удивительный разводняк передача. Да. Я даже не знаю. Мольников, он говорит, ты сдаешь, когда он увидел эти карточки, я сдаю, да, а ты вытягиваешь фишку. Красная, любую красную карточку. Подожди, я… Тоже красная, да, красная. Там вот краснеет. Любую, которая… Читаешь вопрос? Слух. Вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? Ну что такое партнер? А понимай, как хочешь. Ящики у жены. Понимай, как хочешь, хочешь, понимай, как жену, хочешь, понимай, как. Не знаю. Ну так копаться не копался. Это всегда говорит, что это женская история. Копаться не копался, но заглядывал. Все-таки, да, нормально принимается, да. Так, снова красная. Давай мы ее отложим, чтобы в третий раз она у нас в третий всего будет. Опять красная? Да, красная. Это свободный вопрос, она белая. Какая она белая? Ты же сказал красная. Она белая. Вот это вот красная. Вот это красная. Так, слух. Изменяли ли вы когда-нибудь, когда-либо, своему партнеру, возможно, не текущему? А что такое текущий? Вот это давай на этот лед мы наступать не будем, тонкий. Я думал, ты спросишь, что такое партнер опять. Партнер тоже, ты понимаешь, как хочешь. Сейчас я думаю, что ответить, то ли отшутиться. Хорошо, до того года. До того года. А вот скажи, пожалуйста, вот если мы партнеров рассматриваем как... До текущего. До текущего, да. Да, если партнеров рассматриваем все-таки как кантри-группу, известную машину времени. Понимаю, что для тебя не самый комфортный вопрос, но ведь некоторые из поклонников машины решили, что это в определенном смысле изменно, то, что Маргарис ушел. Ты об этом не думал, когда принимал решение, что может быть... Ты знаешь, нет, нет. Ну, к сожалению, к сожалению, команды как таковой уже на тот момент-то не было. Все, можешь не продолжать уже. Это ответ, собственно, да. Все. То есть это такая вялотекущая агония. Хорошо. Вялотекущая агония кантри-группы. Красный, белый. Белый, белый. Белый, это я сам тебе... Свободный вопрос. А я, знаешь, я даже не буду придумывать, я на вопросы наподумать. Потому что это голубые, а не наподумать. Поэтому я считаю, что это как раз твоя тема. Вот такой вопрос наподумать. Вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями, обещая при этом свою партнеру, что не будет ни с кем это сказать. Я вообще не знаю, что здесь думать. Не очень, не очень... Давай другой. Не очень понятно, да. Да, давай, давай, кстати, да. Вот, давай вот этот. Вы завидуете своим более богатым друзьям? Нет. Нет? Нет. А есть более богатые друзья? Ну, навалом. Да? Конечно. А почему материальные вообще не имеют значения? Ведь материальные, смотри, как Градский говорит, что деньги, они дают свободу. Это да, это да. Количество денег, это количество геморроя. Это просто, как бы, аппаризм от Маргулиса. Количество денег, знак равенства, количество геморроя. У всех хватит денег, на самом деле, на билет в Кропус, на 19 число. До 19-го ноября. Да, 19-го ноября. А я дарю... А вопрос? Все, все уже, мы на все вопросы ответили. Да, игра дурацкая, зато книжка отличная. 24 кадры, правда, про кино. Это здесь беседы собраны. На самом деле, по уму я должен был бы подарить книжку про машину времени, но не подготовился к эфиру. Пока вот это. Это весьма странно, потому что Евгений Додолев к эфиру всегда готовится, и человек, который действительно в материале. Он знает, как меня зовут. Что это уже, да. Я знаю, что ты великий, на самом деле. Огромное тебе спасибо. Спасибо, спасибо, что пришел. Субтитры сделал DimaTorzok